Посмотрите внимательно. Вы знаете, что это за листик посередине Танаха? Здесь есть такой белый лист. Даже иногда два. Откройте ваши Библии, посмотрите на этот листок. У кого есть? И где он находится, этот листок? У Виктора есть. У кого-то еще есть? Есть. Что это за листок такой белый? Где он находится? Где он находится? Разделяет. Он находится между Танахом и Бритой. Он находится между Танахом и Новым Заветом. Вы знаете, есть много людей сегодня, что есть у которых точно такое же разделение есть только в голове. В стиле жизни их. И они говорят, что все, что было до этого листика, уже совсем не актуально. То, что после этого, только вот это важно. И то, что мы начали говорить на прошлой неделе, мы говорили об образах Ишуа Мессии в Туре. Это помогает нам видеть эту связь. Что связь все еще остается. Что вся Тора, все, что написано до этого листика, все еще актуально. И наоборот, понимание этого очень помогает нам понимать, что Ишуа делал и почему он это делал. И в прошлый раз мы говорили о Парашат Шавуа, который называется Закон. Устав. Хука шел Тора. Устав Торы. И мы говорили о том, что такое Тора, и видели другой взгляд на Тору. Что это не только то, что написано здесь. Или есть значимое отличие для слова Тора. Но и о том, что есть другой смысл слову Тора. Что это руководство от Бога. Что мы говорили о том, что мы видим определенный путь к определенной цели. И мы говорили о том, что в Парашат Шавуа мы видим очень много прообразов Ишуа Мессии. И мы также понимаем в конце, почему это Тора, что это Тора, лев Тора. И мы потом поймем, почему написано, что это устав Торы, что это самое сердце Торы. Это что-то самое ценное, сердцевое, самое важное Тора. И если вы помните, мы говорили об условиях, какой должна быть красная корова, приносимая в жертву. Помните эти условия? Если кто-то помнит, поднимите руку. Какая она должна быть? Без порока, не имеющая ярма. Тмима лилё мум в лилё оль. Без всякого пятна и порока, и не имеющего никакого недостатка, и не бывшая на нём ярма. Мы говорили о ярме. Что когда на корову ложится ярмо, или другими словами хамут, она что-то делает против своего желания. Она всегда находится в ограниченной свободе. Она не может повернуться налево или направо. И всегда, когда используется ярмо для коров, всегда есть две коровы. Мы не говорили об этом, но всегда есть два, и один тянет другого. Из-за одной стороны, мы говорили, что Иешуа очень символизирует корову, на которой не было ярма. Потому что когда он был с Богом, он был равен Богу и был свободен. Но когда он спустился на землю, он хотел исполнить волю Бога, волю Отца. И есть очень интересные стихи. Иешуа сам сказал, «В книге Матфея, «Придите ко мне, все нуждающиеся и бременённые». Помните этот стих? «Возьмите бремя моё на себя». «И тогда найдёте поковье». И он говорил, «Бремя моё лёгко и приятно». Много раз, когда говорится о ярме, много-много людей говорят однозначно, это ярмо Торы. Это ярмо, хамут всех заповедей. Очень-очень тяжело тянуть это. Но Иешуа говорит, что у него тоже есть ярмо. И о чём он говорит, что это за ярмо? Я думаю, что это всё ещё то же самое ярмо, ярмо Торы. Ярмо заповедей. Ярмо вообще продолжительности нашей жизни. Потому что ярмо — это то, что ограничивает тебя в твоём движении. Но по сравнению с тем, что люди думают и чувствуют, когда говорится о ярме Торы, и по сравнению с тем, что Иешуа подразумевал, здесь есть разница огромная. Потому что он говорит, что моё ярмо, моё иго, легко и приятно. Это немножко связано с тем, что Саша говорил сегодня. Есть заповеди. Заповеди, которые Бог действительно дал нам. Я не говорю о всех толкованиях, которые есть на этих заповедях. Я говорю только о тех заповедях, которые записаны в Писании. И это то ярмо, которое относится и к Иешуа, и к всему человечеству. Можно относиться к этому двумя способами, или хорошо, или плохо. Иешуа говорит, это ярмо, это иго, оно приятное, легко. Но если вы спросите у кого-то другого, он скажет, это очень тяжело исполнять заповеду. Мы не можем это все тянуть. Вспомните, было так тяжело нашему народу, когда они были в пустыне. Это действительно было как хомут на шее, и ты идёшь как корова, ограничен во всём движении. Почему это происходит? Потому что когда Бог дал свои заповеди на горе Синаи, для людей не было выбора. Или же они исполняют заповеди, или же они погибают. И это действительно то, что было. Когда они грешили и не исполняли заповеди, они погибали. Это что-то не то, что они хотели исполнять. Это не было их желание свободного. Это действительно как игла, как ярмо, которое ложит на корову, и она идёт с этим ярмом. Но Иешуа говорит, и это из стихов Давида, «Омар гуфи натата ли, и они ба ликайем эт давар шелха». Я отдал своё тело, чтобы исполнить волю твою. «Омар, они роцэ ликайем этэ давар шелха». Я хочу исполнить твою волю. И в этом разница. Через Иешуа у нас есть сила исполнять это от сердца. Ты не думаешь о заповеди, нужно, не нужно, должен, не должен. Тяжело или не тяжело. Это что-то, что происходит изнутри. Это происходит в течение всей твоей жизни. Потому что Слово, это Слово Божие, написано уже на твоём сердце. И когда это действительно написано на твоём сердце, то это ярмо становится лёгким и приятным. Но если это не написано на сердце, внутри тебя, в твоей душе, оно написано просто на бумаге, и в таре, в книгах, то оно становится действительно ярмом, игом, очень тяжёлым. И пытаясь исполнить эти заповеди, тебе становится всё тяжелее, тяжелее и тяжелее. Такшиву, что Иешуа сделал для вас? Действительно ли его Слово находится в ваших сердцах? Потому что это ярмо может быть и тяжёлым, и лёгким. Мы продолжим читать из 19-го главы книги чисел. И я буду читать с 3-го стиха. «Передайте её священнику или Азару, пусть её выведут за пределы стана и зарежут у него на глазах». Рами постарается включить презентацию, которая была. «Что мы видим здесь, говорилось о том, выведите её вне стана, за пределы стана. Это действительно что-то странное. хотим принести жертву, но вдруг повеление нужно эту жертву вообще убрать из стана. Потому что если вы помните в Скинии Божьей, весь стан был вокруг Скинии. и когда кто-то хотел принести жертву, он должен был ввести внутрь стана и там, внутри, на жертвенники принести жертву. И великий первосвященник должен был кушать от этой жертвы. И если это действительно была жертва за грех, то часть этой жертвы он обязан был кушать от нее. Но вдруг мы видим повеление, выведите эту жертву за стана. Это что-то совершенно необычное. И поэтому он выводит эту корову за стана. И что это позволяло? Это позволяло всему остальному народу и язычникам в том числе видеть, что происходит. Не было там никакого разделения между мужчинами и женщинами. Точно так же как было в Скинии. И в краме всегда были разделительные стены. Но здесь выносят, выводят жертву красной коровы за станы. Все видят это. Виэлай Мекледетт. Пока Дима ищет нужное место, я хочу сказать только одну вещь. Иногда мы слышим о ярмо или хамут или ига и по отношению к коровам, чтобы мы правильно понимали, почему не лошадь в то время никто не пахал на лошадях. Их попросту не было здесь. Пахали либо на валах либо на коровах. Поэтому всегда говорится по отношению к этим животным. Вот здесь вы можете видеть Скинию. и все жертвоприношения производились внутри. Но когда приносилась жертву красная корова, это происходило вне стана. И то, что это распятие напоминает нам, это распятие Ишуа. потому, потому что о нем точно так же написано, что его взяли и вывели за город. Он не был внутри на жертвеннике там. Он был вне, вне стана, вне города. Вемаше ит офшер бе цурак азот. И что позволяет это, что также очень-очень многие люди и народы могут приходить и видеть это. Они приходили и видели. Было очень много язычников там. Были пожилые, молодые женщины. Кату ба ба бри та хадаша аше амон нашим алху ахара. Написано в Новом Завете, что очень многие женщины следовали за ним. И они видели его распятие. Это происходило точно тем же образом, как происходило жертвоприрушение красной коровы. И также, как мы говорим, есть стихи в Новом Завете, которые говорят об этом. Бе сефир и еврим катув ша ба амот ашер даман мува эль акодиш бая дакой нагадоль лих аппарат ахет гуфотеем несрафот михуц лимихане. Лахен гам Ишуа, где ликадеш это амбе дамо саваль михуц лиха лиха в послании евреям тринадцатой главе с одиннадцатого стиха написано так как тела животных которых кровь для очищения греха вносится первосвященником в освятилище сжигаются вне стана то Иешуа дабы осветить людей кровью своей пострадал вне врата. Жертвоприношение красной коровы было вне стана точно так же происходило с Иешуа вне стана. Давайте продолжим читать. 4 стиха. Книга чисел девятнадцатая глава 4 стиха. И пусть возьмет Елизар священник перстом своим кровью и кровью покрапит к передней стороне скинии собрания семь раз и сожгут телицу при его глазах кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотой ее пусть сожгут и пусть возьмет священник кедрового дерева и сопа и нити с червленой шерсти и бросит на сожгаемую телицу. Есть здесь некоторые слова которые подчеркнуты и вы можете видеть их обратите внимание. Это три вещи которые использовались при жертвоприношении красной коровы. Это кедровое дерево и соп и червленая нить. что это за вещи и почему они важны нам. Когда мы говорим о кедровом дереве, мы можем видеть в Танахе очень-очень много стихов. Когда подразумевается кедровое дерево, подразумевается ливанский кедр. очень-очень много раз говорится о ливанском кедре. Потому что кедр это очень твердое крепкое дерево. И царь Соломон использовал его при строительстве храма. Смысл кедра это крепость и сила. Он действительно символ величия силы. Если мы посмотрим на стих, как мы говорим как ливан царь зверей, то как можно назвать кедр царем всех деревьев. В Сфер Малаким есть пасок который говорит о царь есть стих где говорится о кедре. Там написано что Бог дал мудрость царю Соломону. Он говорил о разных деревьях. Он говорил о разных деревьях начиная от кедра ливанского и заканчивая эсопом. Это эсэр это что-то большое сильное величественное и эсоп символизирует совсем что-то другое противоположное слабость скромность действительно слабость скромность самая как смысл этих двух вещей почему их употребляли при жертвоприношении красной коровы первый символ он такой точно как кедр символизирует силу величие и слабость точно так же и жертва красной коровы он должен быть от всех людей без исключения и не важно их статус не важно насколько они уважаемые или неуважаемые пожилые и молодые женщины и мужчины и так же и дети цари и пастухи это было актуально для всех второе это символ Мессии и действительно в Писании мы видим два символа два подобия Мессии один что есть у него сила и величие и он очень похож на царя Давида и его так же поэтому называли и оттолковали Мессия сын Давида что он должен прийти и дать спасение и избавление всему народу и царствовать над своим народом и второй смысл второе значение совершенно противоположное мессия который страдает который отдает свою жизнь жертву и который берет на себя весь стыд и сам находится в стыде и и дали ему имя в соответствии с этим смыслом Мессия сын Иосиф Он действительно напоминал историю Иосифа который терпел от своих братьев так же находился в тюрьме в Египте именно поэтому он получил это имя Мессия сын Иосиф и Раббаним Равинац подразумевает что имеется ввиду две разные личности но много других людей думают что это говорится об одной личности и это Мессия Иосиф только с двумя разными ролями потому что с одной стороны он действительно был тот кто терпел за наш народ и брал на себя грехи всего народа но с другой стороны он также является тем кто придет и будет царствовать написано в послании к филиппийцам в шестой главе во второй главе в шестом стихе он будучи образом Божиим не почитал хищением быть равным Богу но уничижил себя самого приняв образ раба сделавших подобным человеком и по виду став как человек смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной то что мы видим здесь что он действительно был как кедровое дерево с силой и величием он был равен отцу но то что что он сделал он был скромным как исоп который произрастает из стены он унизил сам себя до смерти два разных прообраза совершенно противоположных и различных но в книге Откровения мы видим картины еще более сильную и один из старцев сказал мне не плачь вот лев от колена Иудина корень Давида победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее и я взглянул и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы заклонный имеющий семь рогов и семь очей которые осуд семь духов божиих посланные во всю землю и вот Иоанн смотрит и видит такую картину с одной стороны лев который победил что-то сильное кто-то у кого есть сейчас сила потому что он победил всех лев от колена Иудина с другой стороны агнец агнец как бы заклонный два разных прообраза а одном и том же человеке я даже не представляю как мог он одновременно видеть эти два прообраза он смотрит и видит как бы лев с одной стороны с другой стороны агнец как это понять какую действительно картину он видел очень трудно понять но так он пытается нам объяснить то что он видел и это действительно прообраз Ишуа силен как лев от колена Иудина с другой стороны распят как агнец заклонный третья вещь которая используется при жертвоприношении что мы видим это червленная нить есть здесь разные вещи которые непонятны немножко может быть даже неприятны но так добывают красную краску из разных личинок и микробов и эта краска была очень популярна в прежние века и делали разные исследования действительно ли это делалось так же в Израиле и производилась эта краска и поняли что да так и делалось но смысл не в том как именно получали эту краску но смысл в том что сама краска стоила очень дорого и она очень широко употреблялась червленая нить то есть красная нить очень яркая указывала на несколько вещей первая вещь с помощью красной нити помечали первенца может кто-то помнит где эта история фигурирует кто-то из молодежи помнит яков 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 очень близко но не совсем то иуда родилось двое детей одного звали перец второго зерах когда зерах рождался его ручка показалась и Тамар завязала на эту ручку красную нитку и это был признак что он первенец потому что была двойня но он решил сделать еврейский ход к нему он убрал руку и в другой родился и родился кто-то более сильный кто прорвал для себя границы именно поэтому дали ему такое имя который прорвал он сделал прорыв красный червеный нитку была символом первенца это был также символ надежды если вы читаете эту историю на русском вы никогда не увидите что это связано символ надежды помните историю рахав блудница рахав блудница и они обещали что она останется в живых и весь ее дом и что она сделала чтобы пометить свой дом она привязала к своему окну красную нить книга 2 глава 21 у кого есть на иврите посмотрите внимательно потому что на русском этого нету потому что там она называет эту червленую красную нить надежды катувшам витишлахам вейалху витикшор это тикват ашани бахалон пасук истрим вейханд и она послала их и они ушли и она навязала нить надежды на окне кумар тикват ашани нить надежды это был второй символ червленой нити GPS не было третий символ это червленая нить красная нить использовалась при производстве одежды священника это было очень тесно связано с одеждой священников и также с киньей та же часть одежды которую великий правосвященник одевал там было несколько таких полос из красной ткани из красной нити и также в тканях из которых производилась скиния очень много использовали червленую нить также использовали при производстве одежды царей в песне которую Давид написал о царе Сауле когда он погиб вместе своим сыном Иоаннафан бэбгадим им заев в одежды с золотом и в одежды где использовалась червленая нить это были одежды царей и последняя вещь возможно это самая важная вещь это был символ греха и нечистоты возможно вы слышали всякие разные толкования есть что-то я не знаю насколько это правильно но я лично верю в это говорят что в храме в Йом Кипур вешалась такая красная нить красная веревка и когда первосвященник ходил святой святых и приносил там жертву тогда происходило чудо превращался ли этот красная веревка красная нить в белую это происходило превращение чуда красная становилась белым и это было объяснение того и символ того что Бог прощает народу как бы было очищение греха иногда это не происходило что великий первосвященник оставался внутри потому что погибал потому что Бог не принимал его жертву я я уверен что кто слушал внимательно уже видит то что указывает на Ишуа когда мы говорили о первенце Ишуа он был первенцем его родители привезли его в храм и Евангелие от Луки написано во второй главе что они привели его точно так же как было заповедано что первенца должно принести перед Богом и принести жертву за него во второй главе 22-23 стихи вы можете прочитать это дома когда это было говорилось об одежде великого первосвященника Ишуа он является великим первосвященником в небесной скине в небесном храме мы знаем что он начал исполнять это предназначение эту роль но он еще не исполнил ее до конца вы помните перед распятием какую одежду на него одели кто-то помнит какую одежду на него одели перед распятием багряницу ему одели терновый венок и что такое багряница что обозначает это слово на русском на самом деле это царские одежды это та же самая одежда которую понти пилат или кесарь одевал на себя символизирующие царя они все начали поклоняться иронизируя перед ним корона и одежда царя символизирует что он царь и это действительно была его роль и однажды эта должность его исполнится полностью потому что он придет и будет сидеть и царствовать как священник и как царь то что необычно когда мы говорим о прощении грехов и когда отдаляют этот грех и уничтожают его и червленная нить использовалась в трех случаях в том случае когда приносила жертву рыжей эти лица жертвы за проказу эти два жертвоприношения были очень очень похожи и червленная нить что соединяло все эти три вещи все эти три жертвоприношения три церемонии производились вне стана точно так же когда мы говорили о рыжей корове выводили ее вне стана и все видели это когда говорится о проказе не говорится об обычном кожном заболевании потому что проказа являлась проклятием от Бога это было наказание от Бога за злой язык за проклятие то есть когда этот человек говорил сплетничал о других людей и рассказывал секреты чужие и наводил на них плохое это не всегда было ложью часто это являлось правдой то что он говорил но это что-то личное у другого человека а он рассказывал раскрывал это перед всем народом они 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 я уверен что у каждого из нас есть что-то внутри что очень личное очень сокровенное фейсбук никто из нас конечно не хотел бы чтобы это все вдруг рекламировалось в фейсбуке или начали об этом говорить в школе в армии или в общине даже если это правда и все верно это называлось злой язык и что происходило с этим человеком его должны были вывести вне стана должны были отделить его от людей потому что когда он начинал это делать это уже отделял его от остальных людей именно поэтому и наказание было соответственным Бог наказал такого человека проказой и он был отделен от общества и вы можете видеть здесь как выводят отделяют этого человека и когда мы говорим о козле отпущения великий превосвященник в Йом Кипур он бросал жребий один для Бога другой дьяволу один для Бога и его кровь носилась святой святых а второй изгонялся вон и тот которого должны были вывести наружу и возложить на него все грехи этот козел выбран на него завязывалась вот эта червеная красная нить так их различали какой для что они должны были быть абсолютно одинаковы он берет на себя грех всего народа и выходит наружу человек который шел с этим козлом был обычным человеком на самом деле что должно было происходить они должны были подойти к скале ответственной и он должен был столкнуть ее со скалы и интересная вещь которая появляется в толкованиях и говорили что что случалось тот же человек который выводил этого козла обычно умирал в тот же задумайтесь если бы это действительно происходило каждый раз все бы боялись и никто бы не хотел быть этим человеком который уводит этого козла отпущения все эти вещи вместе они говорят и указывают на грех грех который оскверняет человека и когда они находятся в нечистоте у них нету пути к святому особенно когда говорилось о жертвоприношении рыжей телецы потому что каждый кто к ней прикасался кто прикасался к мертвому тот становился нечистым если он не принимал эту жертву нельзя ему было приносить жертвоприношение нельзя было участвовать в пасхальной церемонии приходить в храм другими словами все пути к Богу к храму к святости были закрыты перед ним здесь мы действительно можем видеть подобие Ишуа Мессия как в корбан шел пара одума он нецлав михуц лимихане точно так же как жертвоприношение красной коровы рыжей телецы это было вне стана точно так же как человек который болел проказой он точно так же был отделен Богом за наши грехи вебышая у мамаш катув ользы и в Исаия действительно написано об этом написано что весь стыд падал на него плохой язык сплетни все что люди говорили падали на него и он был так вот таким образом проклят за нас похожим образом как проказа проказа наказывался человек за грех проклятие Бога проклятие Торы падала на Ишуа Бог оставил его потому что на нем в этот момент был Бог отдалился от него точно так же как люди отдаляются от больного проказа Он остался один как вы видите здесь на картине и возможно это была самая большая боль для него как как козел отпущения брал на себя грехи всего мира всего народа и сбрасывался в преисподнюю таким же образом Ишуа взял на себя грехи всех народов всех людей и сошел в преисподнюю так написано точно так же как и козел отпущения и для чего все это чтобы вернуть нас к святости к самому Отцу к Отцу Небесному и дать нам надежду на будущее точно так же как красная нить дает нам надежду на что-то хорошее он дает нам надежду на мир на мир с Богом есть еще несколько вещей немало вещей но я постараюсь быстро пройти по этому во всех этих жертвоприношения в жертвоприношении рыжей лица участвовали несколько людей первый это великий первосвященник второй тот который резал приносил в жертву эту корову третий который сжигал ее и четвертый который собирал пепел который останется после этого все эти люди должны были быть чистыми и они должны были сделать то что они должны были сделать и это действительно напоминает мне все то что произошло с Ишуа потому что точно так же при его распятии были похожие люди которые похожие роли исполняли был там великий первосвященник что в сущности от него все происходило он был ответственен за все то что происходило он должен был присутствовать на всяком месте и все происходящее должно быть перед его глазами точно так же как все что происходило с рыжей лицей перед глазами великого пересвященника был тот который обязан был убить его были те которые вбивали гвозди в его тело и был тот который проверил что Ишуа умер который проткнул его копьем он сделал удостоверение смерти похоже на человека который приносит жертву режет рыжую телесину был человек который собирал пепел и приносил его в святое место где-то хранилось и этот пепел он хранился поколениями с менее поколений сынов Израилевых Иосиф взял тело Ишуа и написано что он был праведник он положил его в новый гроб высеченный в скале это действительно была пещера которая должна была предназначалась для погребения но понятно что гроб пещера для погребения это не может быть чем-то чистым но что произошло Ишуа воскрес он поднялся на небеса и восел рядом с Богом и до сегодняшнего дня он находится на месте с самым святом которое только может быть и точно так же как пепел рыжей телецы очищал поколения людей многим поколениям жертва Ишуа очищает множество поколений не только в то время но и в будущем до конца что это все говорим о сегодня чему мы можем научиться от этого Ишуа дал нам новый путь точно так же как когда люди прикасались к мертвому и становились нечистыми это закрывало им путь к Богу и написало если они не очищались то наказание это отделение отделение самое самое страшное наказание в Торе даже страшнее смерти вечное отделение в этом мире и в вечности чтобы когда первый человек согрешил проклятие Божие упало на него из праха ты создан в прах возвратишься из земли из земли создан в землю вернешься красная телиться адума на иврите это тоже самое корень как адам и адама красный человек и земля здесь также используются однокоренные слова пепел и прах чтобы вернуть нас к тому что произошло в Эдемском саду потому что если ты живешь с грехом потому что грех передается через семя на все поколения и Он убивает тебя Ешуа пришел чтобы вернуть нас и чтобы победить Он тот который победил смерть Он тот который дал нам новую надежду и силу чтобы мы больше не были нечистыми но чтобы вечная жизнь была внутри нас здесь написано когда же тленное сие облечется в нетлении и смертное сие облечется в бессмертие тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победою смерть где твоя жало ад где твоя победа потому что придет этот момент когда смерть будет победена потому что Yeshua тот который победил но он пишет там нужно живая вода не достаточно просто принять Yeshua свое сердце и верить ему там написано чтобы нужна живая вода кто рожден от воды и войдет небесное царство это точно похоже как погружение это дает тебе все вместе вечную жизнь и это тайно секрет Yeshua который открывает новую дверь нам к Отцу Небесному который очищает нас от сквернения и помогает нам войти в Царство Бога когда мы понимаем это мы можем использовать эту надежду мы действительно тогда можем понимать связь между Новым Заветом и Танахом почему все то что делалось во времена Моше было действительно актуальным и на что это указывало и когда это происходило с Yeshua и в нем мы можем понимать это то что это